так ну поздоровайся здравствуйте так здравствуйте друзья мы с тимофеем на связи вот и дальше начинаем вернее продолжаем наш вебинар потому что прошу бинар был посвящен прививкам а этот вебинар продолжение но учитывая что сегодня праздник с которым поздравляю будет небольшое включение другой темы простите но что же вы ждете от верующего человека значит перед нами фотографии я выбрал кучу саженец из таких которые у меня были это мои коробки продаю в коробке прививка улучшенной копулировкой вот он видите вот такой звезообразный значит сразу чтобы ориентировались потому что в чужих покупных саженцах а потом и своих вот я однажды на вебинаре в москве сидит 100 человек я говорю начиная вебинар словами поднимите руки кто хочет завести собственные питомники поднял руки не меньше 50 человек представлять правда вряд ли из них сейчас хотя бы двое стали а в остальных видимо осталось на уровне мечты но чтобы не наделать ошибок и так вот глядя на эту цельницу лучше любой тысячи тех которые купите на рынке но я очень жестоко отношусь к своему творению смотрим внимательно значит из хорошего пятнышко сделано сделано на юг почему я отдастся у меня спрашивают а если пятнышко на север вдруг вы себя будет со серной стороны иначе ты посадите так чтобы она смотрела на север подробнее мы разговаривали далее значит земля просела когда этот саженец такое бывает иногда все скорыми земли но попался осыпали скомя голая корня я все равно по засыпал этим землей земля кстати мне всегда бедная была и будет ничего страшного вот и без подкормок а здесь получается что земля просела подкорме голая перед дальней дорогой может за 100 за 1000 км я это все сделал так чтобы заполнил землей она опять просела значит когда человек привезет ее к себе он вот так снова по это пятнышко под нижний слез посадит это святое вспоминайте дурь вот я уже отдельные фильмы параллельно отдельные фильмы снимает там вы увидите вот насколько дурь когда человек еще учится вот так садить выше прививки ладно проехали смотрим сюда вот это вот калус значит когда я обматывал буду в себя не буду щадить выборю как себя как это унтер офицерская вдова из романа значит здесь я схалтурил сильно не прижал а прижиманием ему горит ниже вот здесь немножечко отслоилась а дальше это место не загнило нет она заполнилась калусом ну пример сельскими сердцем привожу примеры сельском организмом ну например элизаровский аппарат знаете вот самоучка элизаров в конце концов стал академиком вот и открыл новое направление медицине тот же принцип заполняется это место калуса в его случае костной тканью вот и единственное что саженец вроде здоров все равно минус пару градусов теряется это калуса он менее морозостой чем вот здесь или вот здесь чем чисто кора вот дальше еще интереснее я всегда говорил раны при прививке на кольцо больше чем рано на причина при прививке на прививке к полировке вот это был черенок вот он вот этого ветки не было то не было до сюда был черенок вот здесь пенечек значит пенечек никуда не делся не зарос надеюсь потом зарастет кто-то ж купил у меня вот халточка значит вот этот момент отмечаем вот и самое в этом важное очень важно не ради него но уж куда же деваться кто что режет глаза мне вот этот несмотря на страшную рану вот этот побег оказался вот эта почка оказалась ростовой а вот эта почка хотя она более выгодных условиях она ближе сюда в ней больше питания лучше защита снег от ветра защита вот а это почки цветочные и сколько раз я вам говорил при улучшенной капулировки у нас есть хотя бы какой-то выбор две-три почки в надежде что хотя бы одна ростовая апрель путь привки почки одна почка и хоть ты знает плать она вот такая даст такой побег так . если и 1 одну привить на следующий год еще продлится и вы купите сами а через пять лет напишите мне что первый раз или 1001 гостинич купил на рынке не растет не умеет и не растет программа закончилась поняли да идем дальше так тут немного смотрите мне тут сюрприз наши с вами лучший друг это антон сафрон иначе мы с вами что тут не сидели бы просто бы не сидели вот и он мне подсунул взял и написал вот это ему что должен быть два часа объяснять я объясню хотя бы за несколько минут это очень важно еще раз я поздравляю с праздником если бы не праздник я бы оставил бы это потом бы специальный вебинар провел ну правда на него пришло бы народу в 10 раз меньше но все равно бы не стало на праздник вы дарвинист или сторонник божественного происхождения так вот значит я вам отвечу пока всего в двух словах приведу всего один пример вы сейчас поймете значит это очень важно и пару минут ничего страшного и даже тот кто меня критикует мне кажется не успеет отключить компьютер вот это очень важно итак находят муравейник самый крупный на земле это книги это сам геннесса 100 миллионов муравьев 100 миллионов вот взаимодействие абсолютное среди нас предатели бандиты эти самые кого только нет вот есть трусы есть войны кого только нет а там абсолютно едино не образе там тоже войны там тоже работники там эти самые матки там самцы там эти самые специалисты в разных отраслях и вот 100 миллионы представьте себе цифру 100 миллионов невозможно попробуйте посчитайте до 1000 и все поймете это получается не миллион а 100 миллионов и все это в едином ритме мы не можем мы себя уничтожим уже потому что машина цивилизации себя уничтожим еще немножко осталось это все с всей землей остервенение все все ресурсы на уничтожение ничего не чувствуете вот и далее а здесь все заняты делом не один вот и знаете что я придумал я смотрю на это чудо а его никто не замечает это промелькнуло там знаете кто-то случайно нажал на телевизор есть там мир животных там еще какие-то передачи да где-то случайно нажал и вот эта цифра 100 миллионов и ничего не даже не доходит это невозможно и когда ты родился я про дарвина и про бога если бы появился первый моровичек а как бы он бы кто-то поплодотворил два одновременно не могло быть самка и самец тоже не может быть да вот уже сразу направится геноинженер и так далее но это еще ладно но единообразие когда все работают едином ритме без единого сбоя ни одного труса предателя ни одного лентяя ни одного бездельника ни одного бича вот вот сейчас бы если бы в это самый могли бы подольше говорить так типа беседы но не получается ну что тут монолог сразу отвечаю как это может происходить то что невозможно и мое объяснение сейчас вы поймете буквально через секунду мой термин вот не ругайте меня что я все время гуля домой внешнее управление муравейником вещь повторяю внешнее управление муравейником вы скажете а внутри а ведь рядом соседний муравейник ну то есть можно поняли что гирка на это самое моей богоискательской деятельности туда сторону бога а внутри а рядом соседний муравейник а в том муравейники такие же муравей и также злобом к этим муравьям почему то те муравей тащат гусеницу караул это сама границу пересекли всем жертвы не хватит эти убивают тех а вот что теперь кто железом да и вниз эти убивают тех они сильнее они более приспособлены и они гусеницу тащат свой муравейник тот расширяется захватывает новой территории вот я дарвинист но внутри вот этого самого внешнего управления а внешнее управление вы поняли я не кидаюсь почему когда-то случилось вот это вот америка свобода слова свобода только заикнулся учитель это был скандал на все страны стали только учитель биологии взял и детям сказал что это самое про божественное происхождение и вот тут же уволили вот и такое все действительно это миром правит сатана потому что невозможно выйти за эти рамки этого самого атеизма а я пока мне это предстали не бы меня расстреляли сто процентов а при хрущево бы меня в эту психушку бы отдали вот и уволили бы если там я бы еще работал бы допустим при том же брежневе просто бы уволили вот вот что меня ждало а сейчас хотя бы спасибо хотя миром такое впечатление правит сатана вот но вы поняли к чему я говорю антон валерьевич значит внешнее управление без него а у меня таких примеров десятки чуть позже еще один при последний вот ладно поняли меня вот это и есть то самое богоискательство путь богу надо это понять осознать так проповедники меня не возьмут так монтируется фильма близких струн в грудо ухода корнях помните прошлый раз задали фильм задали вопрос о близких водах и от чудо у меня все складывается один к тому я готовлю этот самый пока в уме вот фотографиями на сотни звонок началось письмо потом skype и вот я беседую с батюшкой и с матушкой вот которые живут возле алматы наши русские люди еще спросил а вас корни откуда они с украины ли да с украины правда четыре поколения назад нет это было очень очень приятно даже вот на всякий случай скажу что отец николая или супруга его анастасия и этот фильм уже готов то есть как готов я сделал четыре этих самых ну то есть слайда то есть сейчас их соединяет монтирует фильм наш друг павел троценко уже его знаете я всегда раскручу своих друзей почему это они моложе антон моложе троценко моложе но вдруг что-то случится в этом мире они уже знают больше чем академики знает так сложилось это мои самые лучшие как бы сказать самые такие продвинутые ученики и вот фильмы от увидите пожалуйста он будет в этом гостевой я вас прошу его посмотреть отдельно а сейчас я пока пропущу это почему там корни 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 что можно что нельзя что можно что нельзя и детства скажу в тот момент его нет фильме я забыл я в этом самом насколько он важен я находился в город майске кабардино-балкария на отдыхе у родственников вот им дают дачу как раз эти самые времена настали дачу дали это самое тесте он этот ветеран войны вот и дали прямо ну понятно на болоте прям вот камыши и вырубали как начали копать землю штык лопата ровно дальше еще метр выкопали уже под водой полцы с колодец ночью поливать удобно поливать где-то сантиметров двадцать пять до воды полота бывшая вот даже не осушенная и вода воду никто не уводил никто не дренажировал ничего не делал и вот значит прекрасно а я даже несколько раз съеду на моих глазах выросла вместе огромная вся плода вот ну а дальше вот фильм поняли да я имею право на такие фильмы на такую учебу когда я ни разу в жизни не прошел мимо чего-нибудь вот теперь так ну насчет критики я согласен говорит на раз говорить про эти самые надо говорить про эти про было прошлый раз про прививки а я больше полное время играл полезных вещах но не апрелька вот а я тогда знаете а я сейчас монтирую еще один фильм и вот это кусочек вот это вот за абзац из 17 последней главы книги новой на которую мы никак деньги не соберем я чуть ниже еще поплачусь да чуть ниже так вот значит и в ней есть такая фраза мои громкие безополизационные утверждения ну то что оппонент прошлой субботы назвал как самовосхваление это пиар по цели привлечь внимание так как я в масштабах страны мелочь и мне докричаться до науки невозможно это там переписками публикуется чем меньше собака тем больше приходится лаять вот ну и так далее так вот я об этом вынужден сказать почему вот объясню позже может быть если время останется вернемся я объясню что имел ввиду так вот это я не мог пройти меня все время спрашивают приходит а я вот на рынке взяла то значит то вот не разрешил антон валерий взять нажать на кнопочку я это самое а когда-то винограду сделал вот эту выборку из 97 фальшивых сайтов вот они смотрите потом на любой нажимаем помните мои фотографии вот видите возвращаясь обратно то есть 97 сайтов интернет магазинов а это вся страна все украли меня фотографии вы уже это проходили многие видели фильм а к чему говорю вот будем проходить еще и подробнее но пока ну так как но обидные письма идут со всей страны извините те кто недоволен что я еще не перешел прививкам вот но со всей страны идут письма идут но обман 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 что только не творят это если рассказывает это невидимая мира слезы владом хоть прижилась бы я купил на рынке рассказывать 2015 год на двор засадить я пошел на рынок покупал по принципу прежде чем в рот успею веточку взять перенести на сибирский подвой понятно да дальше можно не говорить вот я купился ну как но я вам сознательно шел все равно дураком себя чувствую вот они смотрите видели а это не все это было два года назад собрано сейчас еще появились вот это все мои фотографии ой знаете все прекрасно вот эту знаете фаину знаете помните проходили прошлую субботу видите вот сагрин сабрикос надежда уже надежда стала единственное дерево на планете уже надежда стала найдется до дураков так все выключаю теперь по делу значит смотрите значит получилось так искали искали мы с вами я надеюсь мои замышленники это и касается прививок потому что любовь волкова прислала мне вот эту фотографию спасибо и и так свершилось плодоносит абрикос привитый на песчаную вишню скобках бесея вот но результаты конечно это самое вот может быть потом вернемся опять же но короче это самое как как бы это сказать но не очень вот первый случай причем дерево не молодая но конечно разу 10 меньше чем должно было быть если была прививка на абрикос но спасибо хоть тут не обманули так теперь значит сама идеология при прививок она держится на нескольких китах я не говорил да но тем не менее существует такое есть такое обратное течение вы кто плавал на этих кто попадал в шторм и видел что такое значит такое обратное течение сверху волны сюда а чуть ниже метр обратно тебе идет туда почему люди тонут потому что там наоборот утащивают в море все волны на берег а это и то же самое происходит когда неровное русло реки везде водоворот и обратное течение и вот обратное течение это когда просто меня обвиняли прививки это страшный грех так вот раз и есть ссылки на библию прочее прочее я пропускаю потому что я боюсь я не могу даже когда один человек недоволен я не могу спокойно сочувствовать верничаю быстро говорю ля-ля-ля вот вот это прощете потом сами кто-то согласится не согласится и явить сторонником чисто прививки потому что результаты сильно уж хороши да вот чисто уж хорошие результаты были но потом мне будет тоже как бы обратное течение унесло по двое начали улучшаться улучшаться я схватился за голову и сказал да не хотите плевать я вот такие косточки вот кстати нажмите там верхнем правом углу там где-то у меня на экране нет я каждый раз забывай просто раз не говорил и позапрошлый а нам с сафроном надо немного денег заработать там значит это самое каталог семян так там все семена которые сейчас каталоги так от королевского этого самого прочего как самых роскошных там серафима ну те видели фотографии и до сыновей манджурца все это может плодоносить без без чуть не то сказал без прививки вот пожалуйста выбор есть ну что вот алексей ну надо было вам прямо перед вебинаром вот она сегодня прислать мне вот это поздравление но это да решил как я знаете за чего я принимаю его поздравление я его тоже самое желаю что он мне он поздравил я поздравляю он мне здесь написал вода водоема колодках освещается вот но при посадке деревьев такой опыта никто не проводил например вода накануне вода после и вода во время праздников вот кто-то бы ну хоть взялся бы за это дело ну хоть на комнатных цветах учитывая что зима мы не знали это ладно проехали я сейчас и другом дело том что раз я богоискатель еще пять минут извините но последние вот пять минут я вам объясню что к чему моя богоискательская деятельность чем заключается понять что творится и так здесь меня зацепила фраза вода освещается так она на всех нас касается пусть и не прививки но всех но как освещается многие считают что освещает его допустим церковь священники да многие считают что она освещена еще с тех времен когда христос купался именно в этот день вот совпадение христос купался она стала святой или христос знал и это самое что она святая и купался именно в этот день его вернее не купался освещался вот теперь моя версия только держите за стулья я богоискатель еще раз говорю значит я границы примерно знаю вот они связаны границы этих праздников связаны не с календарем не с звездным не с космическим есть такое понятие космический календарь а у нас же помните высокосные года по четыре часа набегает там каждый пятый год высокосные она почему-то учитывает все эти но это ладно это может быть эти кто-то хотел чтобы учитывалось то есть верить и верить но эффект существует и он и сейчас объясню начале чем он заключается он заключается в следующем жизнедеятельность не прекращается мы такие были такие остались так прекращается нет затормаживаться жизнедеятельность микроорганизм только я понимаю так если бежегодно это не происходило плесень все 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 это вонючая вода все бы уже пожирала бы все то есть этот феномен помогает поддерживать хрустальную воду в ручьях относительно чистую воду в морях и океанах вот тем что время от времени происходит именно вот этот эффект прекращение нет не прекращение а торможение же действия организма прошло время и она снова продолжается то есть кто-то это делает значит это факт именно этот факт используется при купаниях при молениях и прочих вот это факт факт настоящий вопрос только что что это причина что следствие а теперь о главном дело в том что его можно таким образом на земле проводить не одновременно а с превращение планеты а кто об этом подумал а теперь представьте два варианта выбирайте первый чуть ли не дарвинский где-то там вращается комета комета естественно заряжена ну например там чуть ли не чистый уран до земли доходит так что это самое ослабленным уже излучение уран это условно вот нечто и а так как есть законы кеплера там получается как не круг вращается по эллипсоиду уходит дальний конец ровно через год возвращается до ближнего освещает уходит и это просто случайное явление потому что чё только на небе не летает и такая комета может летать просто понятно что это не по-дарвински если бы он бы с этим согласился моя версия что-то не вяжется ребята связано это с календарным циклом а дальше я представляю себе что там где-то в небе время от времени включается кварцевая лампа та самая только немножко это как это спектра излучения другой вот именно так чтобы не уничтожить всю жизнь а уничтожить только остановить на время чтобы не размножалась до бесконечности вся эта нечисть которую мы называем микроорганизмами вот кварцевая лампа тогда получается ее что включает какая-то разумная рука понятно разумная рука а теперь это 50 пример мой вот у меня их много вот так вот и по теперь подумайте как и как в школах это все надо объяснять что нет такого понятия что бога нет у нас есть тысячи примеров что бог есть просто нужно давать людям выбор а не просто это самое если ты это самый верующий ты дурак если ты ага этот как он там а ты значит умный до дарвина изучал вот но это мне вот как раз пришло поздравление спасибо алексея если бы не вы не было вот это вот небольшое это примеры жизни кварцевая лампа вкус а